Долой самодержавие! И вот-вот объявят сейчас о создании Дальневосточной Народной Республики. Как вы к этому относитесь? Пускай объявляют. Вы тоже не против. А как вы думаете, может, стоит им помочь? Груз 200 к вам идет. Даже турецкие военные силы сбили ваш самолет. А вам без разницы, почему и последствия какие от этого? Кто-то не туда залетел. И вам тоже смешно, и мне смешно. Правда, я тоже всегда смеюсь, когда россияне смеются. Говорят, ну погиб не туда, залетел. Да и хрен с ними, с этими летчиками. Я с вами согласен. Это ваши летчики. Точно так же, как и вы. Просто вот, ну, вы смеетесь ровно моим смехом. Залетел кто-то не туда, сбили, да и хрен с ними. Правильно. И вообще там жалко, что ли. Господи, эти бабы еще нарожают. Здравствуйте. Вы так похожи на какого-то актера. Никак не могу вспомнить на кого. Да, он тоже такой вот похож очень на вас. Забыл. А, знаете, он про макашку играл вместо встречи. Изменить нельзя. Говорит, а вы что не ложитесь? Кошелек, кошелек. Нет, нет, нет. Это не тот. Это Садальский. Да, 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 да. Промакашка прямо изумительный. Слушайте, новости ваши читаю. Говорят, Путин сказал, что решит жилищную проблему. Появился шанс исторический. Смотрели новость такую? Слышали? Я по Яндексу видел, но не читал. Классная новость, правда? Можно гордиться. Как вы думаете, что имеет в виду Путин? Извините, я не расслышал. Что имеет в виду Путин? Как он решит жилищную проблему? Он уменьшит количество жителей? Так у нас и так сокращается демографическая ситуация какая в стране. Но может быть недостаточно быстро сокращается количество жителей в России. Он решил как-то значительно ускорить этот процесс. И тогда решится жилищный вопрос. Просто многие не задумываются об этом. Ну, не хотелось бы такого варианта. А какие же еще есть варианты? Как можно решить жилищный вопрос? Кроме как уменьшением количества жителей? Строить жилье, наверное. За какой счет? За счет государства. Откуда у государства деньги? Нефти же не продается. Стоимость нефти отрицательная. Так продается вроде. Так продается вроде. Так вроде нет. Я сейчас смотрю по яндексу. Стоимость нефти отрицательная. Нет, так этот период уже прошел, по-моему. Так а деньги откуда же у вас будут? Стоимость нефти же. Себестоимость у вас выше, чем вы ее продаете? 42,89 центов. А себестоимость какая? Ну, это зависит от месторождения. Смотрите. У меня нефть по 40, по 30, иногда по 20. И туда-сюда она там варьируется. И стоимость ее зачастую отрицательная. Откуда же у государства будут деньги, чтобы построить жилье? Денег же нет. Ну, вообще популист, конечно, я так думаю. Ну, так остается только уменьшить количество населения. Варианта же всего два. Либо построить, либо уменьшить. Уменьшить количество населения значительно легче, согласитесь. Я думаю, что это Путин намекает на то, чтобы развязать еще какую-нибудь войну. Сколько войн одновременно сегодня ведет ваше государство, как вы понимаете? Да ни одной вроде бы. Ну, как же, Сирия? Ну, там, может быть, это война разве. Не считается? Там самолетики бомбят кого-то. Вам все равно. Вообще-то они бомбят там больницы и школы в том числе. И мирные жители гибнут. Сухопутная операция в Сирии. В Ливии. Слышали вы что-то про солдат в Ливии? Украина. Вам вообще не интересны ваши войны? Ваше государство одновременно воюет в нескольких точках земного шара. Груз 200 к вам идет. Даже турецкие военные силы сбили ваш самолет. Так это лет пять назад был. А вам без разницы почему и последствия какие от этого? Ну, кто-то не туда залетел. И вам тоже смешно. И мне смешно. Правда, я тоже всегда смеюсь, когда россияне смеются. Говорят, ну погиб не туда, залетел. Да и хрен с ними с этими летчиками. Я с вами согласен. Это ваши летчики. Я точно так же, как и вы. Просто вот, ну, вы смеетесь ровно моим смехом. Ну, залетел кого-то не туда, сбили, да и хрен с ними. Правильно? И вообще там жалко, что ли. Господи, эти бабы еще нарожают. В Украине вы воюете. Груз 200 к вам идет. Да. Я думаю, что вам тоже без разницы. Я просто не могу понять. У вас денег не хватает на эти войны даже. Откуда же государство возьмет деньги на строительство жилья? Скорее всего, какую-то серьезную войну затеял Путин. Не боитесь? Не, ну я думаю. Резервный фонд ведь есть какой-то там. А, у вас раньше было два фонда, помните? Был фонд благосостояния и резервный. Один прожрали полностью, он исчез, его теперь нет. Помните, у вас было два фонда, в котором деньги были? Два. Фонд национального благосостояния, резервный фонд, помните? Или хотя вы уже не помните? Но у вас было два раньше фонда, и денег было много, и там, и там. Потом один фонд схлопнулся, просто раз, бум, и деньги все оказались в Соединенных Штатах, украли. Частично потратили на войну в Сирии, частично на войну в Украине, частично украли, ну большую часть. И он схлопнулся, теперь его вообще нет. Ну этого фонда просто нет. И у вас часть пенсионных накоплений государство раз, и украло. Вас это не смущает? Это же ваши деньги. Смущает. А где же государство тогда возьмет деньги на жилищное строительство, если они даже те деньги, которые были, украли у вас, а новых даже и не предвидится? Сложный вопрос. Сложный вопрос я задаю. Построить не сложно. Что нам стоит дом построить? Нарисуем и будем жить. За какой счет? Бесплатно дома не строятся. Деньги нужны. Достроиться в Питере все застроили уже. Уплотительной застройкой достали. Государство к этому какое отношение имеет? А знаете, что очень... Конфисковать... А, конфисковать, отнять и поделить. Что там думать? Правда, каутские, немцы, конгрессы всякие. Отнять и поделить. Согласен с вами. А знаете, что проще всего государству строить? Дешево, что обходится. Какое жилье? Самое дешевое? Да. Даже выгодное для государства. Панельные дома всякие, наверное, самые дешевые? Нет. А какие? Государственное управление лагерей. ГУЛАГ. Проще всего строить бараки, тюрьмы и колонии. Исправительные, так называемые. Самые эффективные. Очень эффективные. Смотрите, там очень дешево. Вы ставите просто какую-то стену, какую-то крышу над головой. Неважно. И без отопления, в принципе. Они там сами себе, если нужно, соорудят там какую-то печечку. И все. Туда людей сгоняешь, они тебе лес валят. Лес в Китай продаете. Людей там даже можно не кормить. Они будут под ножным кормом питаться. Белочек там, ежиков каких-то кушать. Ну, как раньше было. Очень выгодно. Лес в железную дорогу загрузили, узкоколеечку сделали. И туда в Китай. Выгодная штука очень. Можно денег много заработать. И жилищный вопрос решается сам собой. Понимаете? То есть не нужно никуда людей расселять. Они особенно и не размножаются. У вас отдельно женская колония, отдельно мужская. Вы главное, чтобы они между собой там подземный какой-то ход не прорыли. Живут в бараках, лес валят и все. Не думали над этим? Не фига себе. Главное, чтобы вас правительство не услышало долгие идеи выдаются. Хорошая идея, правда? Мне кажется, что как раз она полностью решает жилищную проблему россиян. А, еще можно землянки строить. Землянки строить не нужно. Их можно рыть. Не, ну наката сверху из дерева делают. Ну как раз. Вот те как раз колонии, которые добывают лес, частично будут поставлять лес на то, чтобы строить накатик над землянкой. Так и решится вот вся жилищная проблема. Слушайте, какое вы интересное собеседение. Хорошая же идея, правда? Вы можете ее донести там куда-нибудь вашим? Попробую. Смотрели ли вы какие-то новости еще? Вы хотели мне рассказать про Дальний Восток? Что там что-то как-то у вас как-то не очень там на Дальнем Востоке? Разваливается Россия прям со всех ног. Что правда? Да. А, там Хабанский, да. Да, там кошмар. Комсомольск, там жуть, что происходит. Слушайте, я только что смотрел видео, там говорят, не хотим жить по московскому. Хотим жить по Дальневосточному? Не хотят Москве налоги платить? Разваливается Россия, что делать? Я думаю, это ерунда. Показать вам видео? Хотите, покажу? Смотрите. Слушайте, что говорят. Потому что мы пришли поддержать нашего губернатора. Это Комсомольск. Верните нам губернатора. Как вы думаете, почему вы задержали Сергея Ивановича? Потому что наш губернатор. Потому что Москве не уходит. Надоело жить по московскому. Мы хотим жить по Дальневосточному. А как мы живем здесь? Кто-то знает, как мы живем? Мы живем в Комсомольске. Мы существуем. Мы только сейчас маленько увидели жизнь. Мы живем в Комсомольске. Потому что сейчас интересует Москву. Надо опять. Давайте вспомним холдами год назад. Не прошло и года. Давайте вспомним вообще, с чего Дальний Восток, как оказался под Москвой. 2001 год, кафе Чаровейка. После этого, когда убрали неугодных, Москва зашла на Дальний Восток. Хабаровский край. Гагарина стал под Москвой. Зылка стал под Москвой. Лес стал под Москвой. Они курируют все. Вы наши налоги забираете в Москву. Что остается нам? Подождите. Понятно. В общих чертах. В общих чертах понятно. Они не хотят платить налоги в Москву. И не хотят жить под Москвой. Говорят, долой самодержавие. И вот-вот объявят сейчас о создании Дальневосточной Народной Республики. Как вы к этому относитесь? Пускай объявляют. Вы тоже не против? А как вы думаете, быть может стоит им помочь? В смысле чем помочь? Ну, не знаю. Советом, деньгами. Может быть, я думаю... Вот я украинский блогер. Может быть, думаю собрать денег для помощи Дальневосточной Республике. Так сказать, ускорить процесс. Я и так его ускоряю. Через меня передавать можете? Нет. Как через вас? Через вас-то вряд ли получится. Вас в тюрьму за это посадят. А меня-то за что? Ну, вы-то на Украине будете. Вы мне перечислить, а я им передам. В Украине? Нет. Я буду туда прям непосредственно. Или, может быть, прислать туда каких-нибудь там несколько сот бойцов, чтобы... А мы не спросим... Может, я сам с Дальнего Востока. Я, может, курирую организацию протеста. Я по глазам вижу питерская интеллигенция. А, блин, про Питер сказал уже все. Блин. То есть, вы тоже поддержите. Ну, отлично. Я предлагаю референдум. А вы не хотите сделать Ленинградскую Народную Республику? Нет. У нас тут Германландия и Ленинградская. Подождите. Слышали? Вы платите налоги в Москву. Вам не надоело, что у вас все деньги забирает Москва? Нет, не надоело. Вас устраивает ситуацию? Ну, конечно. Конечно. Понял. Вы очень интересный собеседник. В принципе, вы вообще признаете Дальневосточную Народную Республику? Вы признаете ее или нет? Как отдельное независимое государство, с которым нужно будет подписать договор, международный какой-то договор о ненападении. Готовы ли вы поделиться частично ядерным оружием с Дальневосточной Народной Республикой? В 14-м или в 15-м там Сибирскую Народную Республику кто-то хотел делать. Ну, их существует много. И как это закончилось? И Кубанская Народная Республика. Я просто спрашиваю, готовы ли вы поделиться частично ядерным оружием с Дальневосточной Народной Республикой или нет? Оружием? Да. Ну, поделитесь. Не, у нас нет, мы свое вам отдали в обмен на гарантии неприкосновенности, а вы нарушили и напали на нас. Вы подлинное государство, очень вероломное. Мы никуда не нападали. Ну, как же, вы аннексировали Крым, оккупировали часть Луганской и Донецкой области. Крым не вернули, Крым всегда российским был. Нет, позвольте. Вы оккупировали часть Луганской и Донецкой области. Мой родной город вы оккупировали. Ну, там это просто мы помогли ополченцам оружие дали. А как же это, если это помощь ополченцам, то ведь слово ополченцы означает ту часть населения, которая является мирным, не является коллаборантами, но для помощи своей собственной армии берет в руки оружие для защиты от агрессии. Если белая армия Антанта поставляла оружие, включая танки, это значит у нас не была гражданская война, а была война от Антанта. Я говорю о том, что ополченцы, они взяли в руки оружие, чтобы помогать какой армии? Ополченцы нужны для того, чтобы помогать армии. Это мирные жители, которые берут в руки оружие. В какой армии помогают ополченцы, так называемые, на Донбассе? Армию ДНР. Армия ДНР не существует. С 2014 года вы называете их ополченцами. Это правильно, они ополченцы. Только какой армии они помогают? Вы хотите сказать, что там есть российская армия? Я хочу сказать, что, например, Надежда Савченко была обменена на двух пленных ваших ГРУ. Александров и Ерофеев. Один капитан, один сержант. Их взяли в плен в бою с российским оружием под городом Счастье. Это маленький такой городок, который граничит, входит практически в Луганск. Это один из районов Луганска. Выезд из Луганска. В Зеленополе взяли 500 украинцев, включая какого-то там этого лидера Майдана, как там его звали. Поросюк или какой-то тоже там был. На территорию Ростовской области все вышли, 500 человек. И что это значит? Их двух россиян ваших взяли в плен в городе Счастье. В бою прямо. Один из них был ранен, ему делали потом операцию. Их обменяли на Надежду Савченко. Так как же так оказалось, что два ваших ГРУ с оружием в руках вели бой против вооруженных сил Украины? Если там ваших войск нет. Как же так вышло? Приехали помогать. Как же могут военнослужащие и действующие военнослужащие армии куда-то приехать без приказа? Значит был приказ? Приказ? Конечно. Приказ сердца и души? Нет, позвольте. Они же тогда должны быть дезертирами. Но они не дезертировали. Они по приказу, они действующие военнослужащие. Они не покидали расположение части самовольно. Они приехали с оружием в руках и воевали против вооруженных сил Украины. А как же так вышло, что их взяли в плен? И разве это не говорит о том, что ополчение, так называемое ополчение, помогает как раз армии Российской Федерации? И тогда все сходится. Ополченцы помогают вооруженным силам Российской Федерации для того, чтобы воевать против вооруженных сил Украины. Не кажется ли вам, что это как раз и есть анексия? Хорошо, процент без состава, по-вашему, там 90% наших и 10% ополченцев. Позвольте. Или наоборот, 90% ополченцев и 10% наших. Если мы говорим о процентном соотношении, то недостаточно ли даже 1%, даже 0,3% вооруженных сил, так называемых непризнанных республик, которые состоят из кадровых военных Российской Федерации? Разве это не будет являться доказательством аннексии Российской Федерации части территории и оккупации части территории? А как вы объясните наличие хотя бы... Хорошо, окей. Предположим, что их меньше, даже не 10%, а 0,3%. А как вы объясните наличие кадровых военных на территории Украины с оружием в руках, которых 0,3%? Как они там оказались, как они очутились там с техникой? Государство прислало. То есть вы признаете, что государство и Российская Федерация... Позвольте, секундочку, то есть вы признаете, что Российская Федерация присылает на территорию Украины своих солдат и технику, верно? Да. Признаете? Разве это не акт агрессии в отношении соседнего государства? Это акт помощи. А почему тогда не признаете... Та же коммерганцы помогали талифам, стингерами через Пакистан. Как вы думаете, а почему министерство обороны и руководство Российской Федерации скрывают этот позорный факт участия военнослужащих Российской Федерации в войне против Украины и говорят, что их там нет. Хотя вы признаете, что они там есть. Советский Союз... Советский Союз поставлял солдат и технику официально. Официально. Вы мне скажите, пожалуйста, почему не признает ваше министерство обороны этот позорный факт и руководство Российской Федерации? Почему? Такие политические расклады сейчас нельзя признавать. Не понял, если честно вас. Потому что... Потому что нельзя. Ну... Я спрашиваю, почему нельзя, а вы говорите, потому что нельзя. Это же как бы не аргументы, не объяснения. Я не понял, что значит нельзя, потому что нельзя. Почему это нельзя? Потому что мы не хотим быть стороной конфликта. Договаривайтесь сами с ДНРовцами. Ну так вы же есть стороной конфликта. Вы же подписали Минские соглашения с Украиной. Мы хотим стать в сторонке. А как же вы станете в сторонке, когда там есть ваши военнослужащие и техника, и это вы ведете эту войну? Как же вы останетесь в сторонке? Вы же подписали Минские соглашения с Украиной. Вы же являетесь стороной конфликта. Вы ведете переговоры в трехсторонней контактной группе. Трехсторонняя контактная группа состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Зачем тогда вести переговоры с Украиной, если вы не являетесь стороной конфликта? Что, посадить ДНР за стол переговоров? Так у вас не выходит это 6 лет и никогда не выйдет. Посмотрим. Посмотрим. Так как вы считаете, является ли это преступлением против человечества и против человечности? Участие ваших вооруженных сил и агрессивные действия, акт агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины является ли это преступлением? Нет, не является. Как же, позвольте. У вас же есть уголовный кодекс. Смотрите, мы делаем очень простую штуку. Мы берем гугл, открываем, говорим. Уголовный кодекс России развязывания агрессивной войны. Статья 353 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит следующее. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. А ведение агрессивной войны, я имею в виду сейчас военнослужащих Российской Федерации, руководство Министерства обороны и руководство вашего генерального штаба и непосредственно руководство страны. Они ведут агрессивную войну, о чем вы только что и говорите, что мы просто не... Обранительную войну. ДНР ведет обранительную войну. Вы ведете агрессивную войну на территории Украины, ваши военнослужащие. Так вот, ведение агрессивной войны... Мы помогаем ДНР вести обранительную войну на территории... Введение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Это как раз и объясняет, почему ваше Министерство обороны скрывает этот позорный факт, поскольку это преступление даже по вашим законам. Как вы живете с этим в голове? Вы понимаете, что ваше руководство, вашего Министерства обороны, вашего Генерального штаба, руководство страны нарушает закон. Это им грозит вообще лишением свободы на срок 15 лет. И вы закрываете на это глаза. Почему? Мы помогаем ДНР вести оборонительную войну. Не существует никакой ДНР. Существуют агрессивные действия Российской Федерации, потому что там ваши войска, ваша техника, ваша артиллерия, ваши офицеры, ваш бензин, ваша солярка, ваши танки, ваши грады, ваши саперы, ваши штабы. Ваша военная техника в виде просто каких-то КАМАЗов, ЗИЛов, которые перевозят личный состав и боеприпасы. Финансирование так называемых Министерства обороны, так называемых республик идет через Российскую Федерацию. Они финансируются рублями. Рубли, там ходят рубли, там гривны не ходят. Это вы ведете эту агрессивную войну. И вам придется за это отвечать. Вы чувствуете ответственность, которую вы несете перед народом Украины за эту агрессивную войну? Нет. Почему? А кто же несет ответственность тогда? Вы же сами признаете, что ваши войска там есть, солдаты ваши есть, техника ваша есть. Это же агрессивная война. За нее придется расплачиваться. В Афганистане США поставляли... Алло, вы меня слышите? Слышу отлично вас. В Афганистане американцы построили своих конструкторов, свое оружие. Они это делали официально или неофициально? Неофициально через Пакистан. Они построили через Пакистан оружие кому? Талибам. Душманам. А талибы воевали против кого? Против народной армии Хиджаба. Как там его убежали? Вы что-нибудь слышали про ограниченный контингент войск на территории Афганистана? Советский ограниченный. А что делали там советские солдаты в Афганистане? Исполняли интернациональный долг. А в чем заключался интернациональный долг? Что такого заняли у интернационала эти солдаты, что им пришлось отдавать долг своими жизнями? Какие были интересы Советского Союза в Афганистане? Какие они преследовали интернациональные интересы? Ну, в чем заключались геополитические интересы в Афганистане, Советского Союза? чтобы там не было американцев не понял если честно но бжузинский же хватался что это он вовлек войну в афганистане после того как и что американцы собирается даже зайти и даже зашли первые после того как это типа была такая после того как советский союз вывел войска из афганистана афганистан захватил захватили соединенные штаты не там до 93 года еще правительство поддерживаем и союзом удержалась они только девать третьем году это самое то ли вы взяли алкабул они там еще почти четыре года на сегодняшний день афганистан или соединенные штаты америки афганистана что жопой миром америка англичане сломали голову в девятнадцатом веке потом мы сейчас американцы по моему там оттуда уйдут так спрашиваю вас вот тогда зачем советский союз воевал в афганистане и вы понимаете чем пришлось расплатиться советскому союзу за эту агрессивную войну в афганистане советский союз сломался как вот вы только что верно заметили он развалился из-за этой войны и перестал существовать как государство до война в афганистане подкосила советский строй и вообще советскую страну и она перестала существовать в первую очередь санкции дурацкой экономикой дурацкая коллеги роли старый день санкции которые ввел запад в отношении советского союза и цена на нефть развалила вот эту часть российской империи которая называлась советский союз напрочь что и сегодня происходит вы понимаете за что весь цивилизованный мир наложил санкции на россию которые естественно делают вашу экономику только лучше крепче там импортозамещение это все понятно вы понимаете зашелом никаких вы помните такой есть и даже вам сейчас я даже вам сейчас покажу эту фоточку она такая она мне всегда нравится я так ее люблю ваша санкции труба господин рейган хорошая хорошая фоточка правда где же господин рейган рейган вот она фотография советская до вашим санкциям труба господин рейган вот точно также на сегодня вашим санкциям труба господин обама господин трамп соединенные штаты и весь цивилизованный западный мир наложил на вас к санкции точно также как на советский союз свое время как вы думаете за что и для чего короче моя организация купила две голландских буровых установки ну брук установки такое оборудование запрещать в россию продавать в россию запрещено их продали через китай я понимаю вы нашли какой-то лазейку напрямую я просто спрашиваю вас как вы думаете вот точно так же считали те люди которые писали эту же надпись на трубе только что вы видели они точно так ждали как и вы как вы думаете за что ввели санкции все цивилизованные страны на россию за что закрыл закрыл и из-за донбасс я вам подскажет за донбасс и за крым к это понятно за что а как вы думаете а для чего ну с какой целью но ввели санкции ввели казалось бы а с какой целью какие цели происходят эти санкции для чего его пикселями пошли так еще могут давить на страну на россию еще еще санкции водится в чем заключается само давление давление чтобы нанести экономический ущерб верно вы себе можете сопоставить стоимость буровых установок которых ранее бы до аннексии крыма и донбасса вы могли бы купить напрямую в голландии а теперь хитрожопыми схемами через китай через посредников через замену документов через подлог через возможные санкции в отношении тех компаний которые работают там исходя из того что они подвергаются риску они поднимают маржу вот такую стоимость этих буровых установок вы теряете деньги ваша страна нищая голая и босса я то с чего мы начали с вами разговор не за что строить жилищные решать проблемы не за что государству строить жилье и воевать не за что у вас денег нет стоимость нефти очень низкая санкции на вас наложены вы не делайте аналогии с такой же самой ситуации в которой оказался советский союз против после войны в афганистане что ровно то же самое происходит и задача не наказать россию а заставить ее исправиться в конце концов после санкции который ввел господин рейган которым труба советский союз вывел войска из афганистана и развалился благополучно к чертовой матери и господин рейган чувствовал и чувствует себя замечательно а советского союза помер точно так же вы же прекрасно понимаете что я имею ввиду и точно так же советский союз точно так же выглядел тогда как россия сегодня у вас тупо нет денег а поскольку вы ничего не производите кроме нефти и газа то вам и жрать скоро нечего будет аналогия же очень простая поэтому путин когда говорит о том что он решит жилищный вопрос круг замкнулся понимаете он имеет ввиду что скоро вас либо уничтожат всех в какой-то войне какой-то мясорубки либо построить для вас бараки в лагере а по-другому вопрос не решается поэтому вы уточните что построить барак ну ты заключенные строили бараки сами для себя это несложно вы просто арестовывайте людей и заставляете их строить так все говорят а потом будете кричать передайте владимиру владимировичу что произошла чудовищная ошибка так вот петербургу большой привет подумайте над тем что я сказал проведите простые аналогии санкции которые развалили советский союз развалят и россию советский союз относительно разводили над смена советский союз был значительно сильнее в россии 85 населения русские значительно сильнее чем россия советский союз был экономически сильнее геополитически сильнее в целом это была серьезная сильная держава сильная страна она была замкнутая замкнутый цикл экономики она не нуждалась на смену думали что кормят центр вот точно так же как сейчас считает дальний восток правда же дальний восток не хочет я вам про народную сибирскую республику говорил минуте я вам говорю о том что у вас ровно те же самые центробежные силы ровно те же самые хабаровск не хочет кормить москву точно также скоро не захочет кормить москву казань точно также чечня сейчас скажет если денег нет москва то нафиг нам с вами дружить у вас круг замыкается мы с вами обсудили ровно те же проблемы в россии сегодня которые были у советского союза перед развалом поэтому это вас ждет но я хочу сказать вам что если сегодня жители афганистана не сильно вспоминают и они к сожалению не сильно развитая серьезное государство которое могло бы диктовать какие-то условия советскому союзу жителям советского союза за эту агрессию и не сильно вспоминают ту обиду и последствия этой войны которые нанесли советские солдаты то украина вам и тогда vague устроили всю инфраструктуру больноライна еще барьера то украина вам этого не простит все то что вы натворили в украине все то что вы натворили в крыму продолжаете творить все то что вы наделали круто very much в луганске и в донецке жители которые погибли мирные жители дети которые погибли от бомбардировок люди которые погибли на фронте которые взяли руки оружие для того чтобы воевать с российской федерации против вас против вашей агрессии вам этого не простят мы находимся рядом мы соседи и вы никогда не искупить эту вину которую вы уже сегодня заработали вы виноваты перед украиной и виноваты в первую очередь за горе и несчастье которые ваша страна принесла и санкциями вы не отделайтесь вам нужно про это подумать петербург принять какое-то решение и понять что вы тоже несете ответственность интеллигенция петербургской тоже несет ответственность за происходящее вас коллективная ответственность путина не существует у вас существует коллективный путин вы его выбираете обнуляете так вот как вы обнулили путина и как вы обнулили там всю свою конституцию скоро обнулиться и ваша страна то есть она превратится в пустышку как и советский союз чего собственно вам желаю скорейшего обнуления обнуляйтесь побыстрее а мы украинские блогеры украинские жители патриоты украины будем делать все возможно для того, чтобы ваша страна обнулилась как можно скорее. Своими блогами, в том числе и этим. Не переживайте, у нас все ходы записаны, продуманы наперед. Поэтому, если вам интересно, что думает про вас чат, заходите сейчас, был прямой эфир на канале Андрей Луганский 2, вы подчтете, что про вас думает чат. Зрителям, я думаю, было интересно. Вам спасибо за то, что, собственно, вы такой типичный представитель России, что на вашем примере можно говорить про все российское общество. Но вы хотя бы без матов общаетесь, что, собственно, вполне логично, поскольку это все-таки Питер. Все, я вас отключил. Зрителям за то, что вы смотрели этот стрим, большое спасибо. Чатурлетка на сегодня закончилась, вдруг неожиданно для вас она началась и неожиданно для вас она заканчивается. Можете пересмотреть с самого начала, там было несколько интересных диалогов, которые посмотреть можно. Поддерживайте украинскую оппозицию, поддерживайте украинских блогеров, поддерживайте создание Дальневосточной Народной Республики Сибирской, Народной Республики Кубанской и так далее. Чем быстрее обнулиться Российская империя, тем легче будет всем тем, кто входит в эту сегодня насильно в эту тюрьму народов. Народы, возможно, освободятся и станет легче тем, кто живет по соседству. Это и мы, и страны Балтии, и Европейский Союз, и в первую очередь, конечно же, мой родной Луганск. Луганску большой привет, Крыму большой привет. Ребята, держитесь там в оккупации, зрителям за то, что вы есть. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин